Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Недавняя поездка пастора Бенни в Европу прикоснулась к тысячам жизней людей в Болгарии, Армении, Украине и Франции. Происходили невероятные чудеса спасения, исцеления, освобождения на каждом служении. Вторая остановка в путешествии пастора Бенни состоялась в Ереване, столице Армении, в самой большой христианской церкви в городе, которая является одной из старейших, постоянно растущих общин в мире. В культуре, в которой особый акцент ставится на традиции, пастор Бенни поделился посланием Евангелия, и это стало самым важным моментом в начале первого и второго служения для тех, кто прибыл на служение со всей страны. Сегодня вы станете свидетелями самых ярких моментов этого невероятного служения и переживете радость от того, что Бог совершил для народа Армении. И вы освободите свою веру в то, что Он совершит чудеса в вашей жизни, когда пастор Бенни будет молиться за вас в конце передачи. Только ваше тело умрет. Ваш дух живет вечно. Но вопрос, где Он будет? Библия говорит нам об этом. И мы можем руководствоваться только этой драгоценной книгой. Это Слово Божье. Господь сказал, что вы можете строить свою жизнь на Нем. И Библия говорит, что есть небеса и есть ад. И единственный путь в небеса — это Иисус. Нет другого пути на небеса. Это не религия. Это не традиция. Это Иисус. И помните, что у Бога нет внуков. У Бога нет внуков. Вы не можете быть спасенным, потому что ваш отец христианин. Вы не можете пойти на небо только потому, что ваша мама святая. Вы должны пережить встречу с Иисусом сами лично. Аминь. Иисус сказал, Я есть путь. Я есть истина. И жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что Иисус — это единственный путь на небеса. Вот почему сегодня я проповедую вам об этом. И вы на самом деле знаете Его? Каждый раз, когда вы согрешаете, Он прощает вас. Когда вы падаете, Он вас поднимает. Когда вы плачете, Он утрет ваши слезы. Вы знали об этом? Когда вы плачете, Иисус это делает. И самое великое чудо — это спасение. Самое великое чудо — это не исцеление тела или воскресение из мертвых. Самое великое чудо — это спасение. Я исповедую прямо сейчас. Иисус Христос — мой Спаситель. Иисус Христос — мой Господь и мой Царь. Иисус Христос — мой Паткану. Я больше не принадлежу Сатане. Я больше не принадлежу этому миру. Я больше не принадлежу Себе. Я принадлежу Иисусу. Иисус — мой Господь навсегда. Я принадлежу Ему навсегда. И я рожден свыше. Аминь. Когда Святой Дух пришел, Иисус стал более реальным для них, чем когда Его видели в оплоте. Послушайте. Вы видели Иисуса? Я спрашиваю вас. Да. Вы видели Его? Нет. Он реален для вас? Да. Как? Благодаря Святому Духу. Подумайте об этом. Народ видел Его. Они видели Его. Но Он не был реальным для них. Мы никогда не видели Его. Но Он реален для нас благодаря Святому Духу. Вот, каким реальным Святой Дух делает Иисуса. Он более реальный для нас сегодня вечером в Ереване, чем Он был для людей, Которые видели Его. Которые видели Его 2000 лет назад. Как это? Благодаря Святому Духу. Он – вездесущий Господь. Через Него Иисус присутствует везде. Хочу задать вам вопрос. Идите сюда. Вы все трое. Идите сюда. И сейчас давайте представим. Иисус воскрес из мертвых, но остался на земле. Давайте представим, что Он не пошел на небо. Если бы Иисус остался на земле, Он не мог бы быть в вашем сердце. Или в вашем сердце. Или в вашем сердце. Он был бы все еще в Иерусалиме прямо сейчас. В своем теле. В своей физической форме. И если бы вам хотелось бы встретиться с Ним, вам бы пришлось лететь в Иерусалим и назначать с Ним встречу. Стоять в огромной очереди, чтобы увидеть Его. И возможно, у вас было бы только несколько секунд, и ваше время бы уже истекло. Но есть хорошая новость. Нам не нужно лететь в Иерусалим. Нам не нужно назначать встречу. потому что тот же самый Иисус Святым Духом находится здесь. Прямо здесь. Прямо здесь. Аллилуйя! Если бы Иисус остался на земле, тогда Он смог бы оставить вас. И если бы вы оставили Его, Он бы оставил вас. Вы бы ушли. Вы бы вернулись в Ереван без Него. Но благодаря Святому Духу следующие слова стали возможными. Он сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Аллилуйя! Аллилуйя! И все это благодаря Святому Духу. Что произошло с ней? Пастор, она не могла двигать руками несколько дней. Сегодня Бог освободил ее, и она может делать это. Расскажите людям, что произошло. Расскажите им. У нее много дней были боли. Она не могла двигаться. И сейчас она полностью свободна. Она может свободно двигаться, и боли нет. Боль ушла. Он едва мог видеть. Только свет и некоторые очертания. И когда мы молились, когда вы молились, сила Божья сошла на Него, и Он может четко видеть. Расскажите людям. И теперь ты можешь видеть? Да. И ты не мог видеть хорошо? Да. Ты видишь мои пальцы? Сколько пальцев? Сколько? Сколько? Хайрен Наса. Хинг. Хинг. 5. Искима? 2. Елькус. Искима? 4. 1. Мэг. Голи. Мэг. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 7. 8. Что произошло с мужчиной? Пастор, у этого мужчины были проблемы с плечом. С каким плечом? Это. Это плечо и также шея. Он не мог ею двигать. И сейчас он чувствует. Он чувствует, что не мог двигать ею. И сейчас он может это делать. Расскажите людям. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Пастор, у этой женщины на протяжении последних пяти лет была проблема с шеей и спиной. Когда у вас было Слово Знания, сила Божья коснулась ее, и она почувствовала жар, и она полностью исцелена. Да, и как сильно болела шея. Она плакала. Как сильно, как сильно болела. До начала служения она не могла пошевелить ею. И была сильная воль. Когда вы сказали, что есть кто-то, у кого проблема здесь, она почувствовала тепло, почувствовала силу, и она знает, что ее спина исцелена. Кто-нибудь, скажите «Аллилуйя». Опустите ее. Пастор, у нее было заболевание кожи. На ее руках все было черным. Все руки. И сила Божья сошла на нее, и все исчезло. Что было не так с вашей кожей? У меня было заболевание кожи. В этой части. И также около ноги. Все время это было как черное пятно. И перед тем, как она пришла, мама сказала «Возложи руку и помолись». Я это сделала и получила исцеление. И я вижу, что здесь ничего нет. Кожа чистая. Сила Божья на этих девушках. В следующих передачах вы еще увидите служение в Ереване, а также увидите пастора Бенни в Киеве, столице Украины, в городе и народе, который переживает смятение и опасность, как вы, по всей вероятности, видели это в недавних новостях. Будучи ключевым гостем на огромной конференции, пастор Бенни поделился словом о покрове, который есть у нас для духовной и физической защиты, чтобы ушел страх и неуверенность, с которыми сталкиваются люди каждый день. И вот небольшой сюжет из того, что вы увидите в следующей передаче «Это твой день». Когда Иисус становится более реальным, чем твоя болезнь, тогда ты получаешь исцеление. Когда Иисус становится более реальным, чем боль, тогда мы исцеляемся. Когда Его присутствие проникает наше тело, когда Его присутствие захватывает нашу жизнь, в присутствии Господа болезнь не может жить. Там, где Иисус, Сатана быть не может. Я скажу вам что-то. Когда вы найдете присутствие Иисуса, то дьявол не может найти вас. Иисус, Сатана быть не может. Я не могу, не могу дышать. Я плакаю, плачу. Я не могу дышать. Что вы чувствуете на вас? Что вы чувствуете на вас? Не знаю. Не знаю. Вы можете дышать? Вы можете дышать? Сейчас. Сейчас. Yes, you can now. Breathing again. Вдохните снова. В присутствии Иисуса болезнь не может существовать. И как только я начал готовиться к этой части передачи, я увидел женщину несколько секунд назад. Я хочу вам сказать, драгоценные святые, вы поломали правое бедро, у вас сильные боли, и Господь исцеляет вас. Дорогой Иисус, я воздаю тебе хвалу за это чудо, во славу твою честь. Вы только что стали свидетелями Божьей силы. Если вы верите, что Бог исцелит вас прямо сейчас и прикоснется к вам, давайте помолимся. Давайте верить, что Господь исцелит вас. Он сказал, если двое согласятся, будет им. Отец, мы приходим вместе верить в Твое драгоценное имя. Иисус, в Твое драгоценное имя прямо сейчас. Мы приказываем этой немощи и болезни уйти во имя Господа. Я запрещаю этой болезни во имя Господа. Болезнь сердца. Закупорка сосудов сердца. Мужчину зовут Альберт. Господь только что исцелил вас. Я воздаю тебе хвалу, Господь. Есть кто-то еще с проблемой сердца. Бог исцеляет вас. Кэти. Женщина по имени Кэти. Драгоценный Господь. Мы запрещаем этой болезни в драгоценное имя Иисуса. Послушайте, мне не нужно называть ваше имя. Просто примите исцеление. Если у вас проблема с сердцем, прямо сейчас примите исцеление. Господь, я воздаю тебе хвалу. Фибромиалгия. Мы запрещаем ей во имя Иисуса. Да, Господь, спасибо тебе. Есть маленький мальчик с проблемой в мышцах. И ему 4-5 лет. Сила Божья проходит через его тело. Отец, во имя Иисуса, мы воздаем тебе хвалу за каждое чудо, каждое исцеление. Во славу твою и честь. Вау. И народ Божий да скажет аминь, аминь. Я чувствую сильное помазание здесь. Я в Италии, кстати, в Милане. Только что приехал из Израиля. Я был там, чтобы встретиться с должностными лицами в правительстве. Меня пригласило правительство. И было сильное движение. Я видел в миле от нас столкновение группировки ИСИС с сирийской армией. Увиденное потрясло меня. Драгоценные святые. Иисус грядет. Я хочу вам сказать, что невероятные духовные вещи происходят по всему миру. И я поехал в Израиль, чтобы самому увидеть, что происходит. И на самом деле сейчас там мирная обстановка. Знаете, Бог благословил свой народ. И неважно, через что они проходят. Божье благословение на этой земле. И помните, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И верьте Богу прямо сейчас. Отец, каждая нужда отвечена. Каждый дорогой человек рожден свыше. Каждая финансовая ситуация разрешена. И каждый долг покрыт во имя Иисуса. Аминь. Увидимся завтра. И продолжайте смотреть передачи. Каждая передача невероятно сильная на этой неделе. Люблю вас. До встречи. Поднимите руки и скажите, Отец, Я молюсь, чтобы моя жизнь стала победоносной. Прикоснись к моей жизни. Используй меня как свой сосуд, чтобы принести славу, честь, величие Иисусу, моему Господу. Во веки. Аминь. Воздайте Господу великую славу. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус.